Сегодня вечером мы начнем свой семинар по чрезвычайно жнасущной теме. Тема эта такова. Как медитировать на пустотности ложного Я, переживающего четыре благородные истины? Звучит сложно, и это действительно тема сложная, так что если вы надеялись, что все будет просто, просто не будет. Но жизненно важно, чтобы даже если мы пока не готовы к выполнению подобных медитаций, у нас было совершенно ясное представление того о том, к какому виду медитации мы устремляемся. Основополагающее учение Будды — это четыре благородные истины. Это первое, что Будда преподал, и это структура для всех его учений. Истинные страдания, истинное происхождение страданий, истинное прекращение страданий, и истинные умственные пути, то есть понимание, которое приведет к этим истинным прекращениям. Так что все это структурировано с точки зрения причин и следствий, чрезвычайно логично. Происхождение страданий — это причины истинных страданий. Это помраченная, беспокоящая сторона. А истинные умственные пути, истинное понимание приводят к истинному прекращению. Так что это освобождающая сторона. Мы хотим понять эти четыре чрезвычайно глубоких пути и сосредоточиться на них. Когда мы смотрим на путь, который приведет к освобождению и просветлению, то видим описание так называемых пяти путей. Путь — это чрезвычайно буквальный способ перевода этого термина. А на самом деле мы говорим об уровне ума, уровне понимания или реализации. С которым мы работаем как? С путем для того, чтобы он нас привел к следующему уровню, затем к последующему, еще к последующему. И в общей сложности у нас пять уровней. И в своем нынешнем состоянии, на нашем нынешнем уровне, мы очень далеки даже от того, чтобы достичь первого уровня. Для того, чтобы достичь первого уровня, первого из пути, нам необходимо возрастить надлежащую мотивацию. Мотивация — надлежащая мотивация, то есть накапливает огромное количество благой силы, того, что обычно называется заслугой. А набрав достаточное количество благой силы, мы сможем прорваться сквозь некоторые из своих умственных препятствий, которые не позволяют нам обрести понимание. И мы работаем с поэтапными стадиями пути. Опять же, здесь слово «путь», то есть умственными путями. Для того, чтобы расширить спектр своей мотивации. На начальном уровне мы трудимся над достижением благих перерождений, потому что сейчас у нас есть драгоценная человеческая жизнь, и мы понимаем, что в будущем нам снова понадобятся драгоценные человеческие рождения, потому что на то, чтобы дойти до освобождения и просветления, уйдет много времени. Мы понимаем подробности, детали, связанные с кармой, мы понимаем, что деструктивное поведение приведет к обретению нами низших рождений, а этого мы не желаем, потому что хотим продолжать продвигаться по пути. И тогда мы трудимся с пониманием того, что возможно избежать этих неблагих перерождений, потому что мы в своей жизни определили надежное направление, так называемое прибежище, которое нам указуют Будда, Дхарма и Санха. И когда у нас возникает побуждение поступить неблагим образом, разрушительным образом, мы осознаем, что это будет саморазрушительное деяние, потому что оно принесет нам затруднения, оно принесет нам низшее рождение и воспрепятствует нашему продвижению по пути. А этого мы не желаем. И это нечто по-настоящему в нас устойчивое. Пожалуйста, выключите свои телефоны. Когда это в нас по-настоящему укрепляется, мы продвигаемся к тому, чтобы развить средний уровень мотивации. Мы осознаем, что любое перерождение, которое мы могли бы обрести, одно из перерождений лучших или худших, все равно исполнено проблем и страданий. Мы понимаем механизм того, как функционирует бесконтрольно возникающее перерождение. То есть, сансара, бесконтрольно возникающее перерождение. Мы понимаем это с помощью механизма 12 звеньев взаимозависимого порождения. Мы понимаем, что неосознавание нами того, как существуют явления, вызывает беспокоящие эмоции. Разрушительные эмоции порождают понудительность нашей кармы. Именно это под кармой подразумевается — понудительность. Компульсия, понуждение, которое подталкивает нас к тому, чтобы действовать разрушительно, деструктивно или позитивно, но в невротическом ключе. Когда мы придаемся перфекционизму и думаем, что должны быть совершенны, должны быть очень хороши. И осознаем, как именно все это функционирует для того, чтобы вызывать бесконтрольно возникающее перерождение. Все эти 12 звеньев. И зарождаем решимость освободиться и достичь освобождения. Обычно эту решимость называют отречением. И понимаем, как это осуществляется, как достичь освобождения. Посредством трех высших тренировок. Разрвлечающего осознание. Разрвлечающего осознавания относительно того, как же мы на самом деле существуем. А для этого нам необходимо отвергнуть то, каким образом мы не существуем. Отвергнуть невозможное. Высшего сосредоточения, которое нам позволяет удерживать фокус на этом понимании. И нравственные самодисциплины, с помощью которой мы взращиваем пометование и бдительность применительно к действиям наших собственных тела и речи. Бдительность и пометование и бдительность, которые мы сможем приложить к своему уму для того, чтобы достичь высшего сосредоточения. Но даже достижения освобождения было бы недостаточно. Мы видим, что все остальные находятся в точно такой же ситуации. И с помощью либо семичастной медитации на причинах и следствиях, либо уравнивания и замены себя на других мы развиваем любовь. Это желание, чтобы все были счастливы и обладали причинами счастья. Сострадание. Желание, чтобы все были свободны от страданий и от причин страданий. Исключительная решимость, когда мы преисполняем решимости осуществить что-то в связи с этой проблемой. Потому что с любовью и состраданием у нас есть намерение помочь другим. В нас присутствует некое намерение, но с исключительной решимостью мы точно решаем. Я, безусловно, это осуществлю. И далее следует бодхичитта. Мы сосредотачиваемся на наших собственных личных просветлениях, которые пока не произошли, но которые могут случиться на основе факторов нашей природы Будды. Почем подразумеваются так называемые две сети? Два накопления. Сеть позитивного потенциала и сеть глубинного осознавания. А тот факт, что ум по природе своей чист, пустотность ума. И тот факт, что ум может подвергаться некому стимулированию со стороны просветляющего влияния для того, чтобы взращивать благие качества, которые в нем потенциально заложены. Затем мы принимаем обеты Бодхисаттвы, посвящаем себя тому, чтобы следовать по пути, который приведет нас к просветлению. И практикуем в контексте шести далеко ведущих практик, так называемых шести совершенств. Так вот, вы должны быть способны эту медитацию на ламриме осуществлять, как говорил мой учитель. За время, которое проходит с того момента, когда вы одну ногу поместили в первое стремя, и до того, когда ваша вторая нога окажется во втором стремени, вы должны быть способны вот так мгновенно пройти по всему ламриму. Итак, теперь к пяти умственным путям, которые я упоминал. Продвигаться по ним мы можем тремя способами. Если мы развиваем решимость освободиться, достичь освобождения, Если мы осуществляем это в тот период, когда учения Будды все еще существуют, и есть возможность их услышать, мы шравака, слушающий, потому что мы слушаем учения. Если мы развиваем эту решимость в период, когда учений Будды нет в так называемой темной эпохе, тогда мы пратикабудда. А когда мы стремимся к достижению просветления, мы Буддхисаттва. Это означает, что мотивацией нашей должна быть либо эта решимость достичь освобождения, либо Буддхичитта. Когда мы проходим по различным путям, стадиям для того, чтобы зародить эту мотивацию, прилагая усилия, это называется порождением с усилием. Мы прилагаем усилия, трудимся для того, чтобы это вызвать. Для того, чтобы породить решимость освободиться, вы проходите по 12 звеньям взаимозависимого порождения. Их очень-очень важно понять. И приходим к выводу, что это ужасно, скучно, что это скучно, ужасно, и я хочу из всего этого выбраться. И понимаем, что из этого возможно выбраться, что это не просто пустые мечты. Подобным образом мы продвигаемся и приходим к решимости освободиться. Это порождение с усилием. Мы либо слышали буддийское учение, потому что оно было доступно, и тогда мы Шравака. Либо мы не слушаем учение, но в силу инстинктов из прошлого мы сами в этом всем разбираемся. Потому что учение недоступно. И тогда мы Пратикабудда. Вы все больше и больше трудитесь над этой стадией, когда порождаете это умственное состояние с усилием, и доходите до этапа, до ступеней, когда оно порождается без усилий. Без усилий значит, что вы способны породить это состояние с помощью простого вспоминания о нем. Решимость освободиться. То есть вам не нужно проходить по всей ципологической цепочке для того, чтобы это состояние вызвать. И так вот мы будем надеяться, стараемся работать и с ламримом в целом. Просто о нем вспоминайте, и вот оно, состояние ума. Это может казаться чем-то очень отдаленным от того уровня, на котором мы находимся сейчас. Но к этому мы стремимся. Нужно знать, к чему мы устремляемся, и тогда мы к этому устремиться сможем. Если мы не знаем, если у нас нет представления о том, к чему мы стремимся, или лишь некие смутные представления, то мы просто блуждаем в потемках. Когда мы просто садимся, успокаиваем свой ум, и нам приятно. Но, будем откровенны, далеко это нас не заведет. Это может позволить нам справиться со стрессом, но лишь временно. So, when we have unlabored determination to be free, either as a Shravaka or a Pratyekabuddha, then we get to this first pathway mind. Когда же у нас есть вызываемая без усилий решимость освободиться, будь мы Shravaka или Pratyekabuddha, тогда мы приходим к первому умственному пути. And the same thing with Bodhicitta. То же самое и с Bodhicitta. First, we have to work to build up to that state of Bodhicitta. Сперва нам нужно продвигаться к тому, чтобы простроить это состояние Bodhicitta. Right? And remember, it's very important to understand what Bodhicitta is. It's not compassion and it's not love. It's based on compassion and love. It's far, far more than that. Нужно помнить, что очень важно понимать, что такое Bodhicitta. Bodhicitta — это не сострадание и не любовь. Она основывается на сострадании любви, но идет гораздо дальше. Focused on our own individual enlightenments, which have not yet happened. Это сосредоточение на нашем собственном личном просветлении, которое пока еще не случилось. First, with love and compassion and that exceptional resolve. I want to attain that. I want to, no, I want to benefit everybody. That's what comes first. Сперва с любовью, состраданием и исключительной решимостью. В первую очередь возникает мысль, я хочу принести другим пользу. And then understanding what enlightenment is, how it's possible for us to attain it. Затем приходит понимание того, что такое просветление, каким образом мы можем его достичь. И мы устремляемся к нему на основе потенциалов нашей природы Будды, которые позволят нам искомого состояния достичь. And we develop that motivation of, you know, the emotion, love and compassion, etc. In an emotional way, that's with the seven-part cause and effect. Everybody's been my mother, they've been so kind, very emotional. И мы развиваем эмоцию, которые с этим сопряжены, любовь, сострадание, как в семичастном методе, где мы думаем о том, что все были нашими матерями, и задействован очень мощный эмоциональный компонент. But it has to be supplemented by equalizing and exchanging self with others. That's the rational way of developing love and compassion. Чему, однако, должно сопутствовать и уравнивание, и замена себя на других. А это рациональный путь к развитию сострадания. Everybody is equal, everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy, everybody has the same rights. It's very rational, not emotional. Everybody's been my mother, so kind. Все равны, все желают достичь счастья, никто не желает страдать, у всех есть равное право на это. Это очень рационально, в отличие от семичастного метода, где все очень эмоционально, все были моими матерями, они очень добры и так далее. Нужны оба. Эмоциональная и рациональная. Одно, правда, будет немножко хромой. И есть одиннадцатичастный метод, который объединяет эти два подхода. И мы работаем с этим, с усилием порождаем это состояние, продвигаемся к тому, чтобы вызвать искомое состояние бодхичитты. И когда оно порождается без усилий, иными словами, вам не нужно его специально вызывать, вы просто напоминаете себе о нем. Тогда есть безискусная бодхичитта, и мы приходим к первому из пяти умственных путей в Махаяне. Это очень важно для того, что мы, собственно, будем осуществлять с этими пяти умственными путями, что и составляет нашу тему на этих выходных. Мне бы хотелось обсудить с вами и рассказать вам о том, что когда мы породили возникающую без усилий решимость освободиться и, здесь не может быть или, решимость освободиться и решимость достичь просветления, что мы тогда с этим делаем? Я надеюсь, что вы можете воспринимать, что когда мы действительно имеем эти состояния сознания, эти реализации, которые были осуществлены, безусловлены. Как осуществлены мы тогда в работе, чтобы достигнуть освободиться или освободиться. Вы действительно, действительно хотите. И, понимаете, нет шума. Надеюсь, вы способны оценить, насколько искренними мы становимся, породив эту решимость достичь освобождения или достичь просветления, насколько искренними мы продвигаемся к этой цели, потому что действительно этого хотим и потому не валяем дурака. Не возникает больше разговоров, ну, как бы и хотелось бы, но времени у меня нет, и что-то не чувствую я себе, желание медитировать. За пределы этого уровня мы ушли. Теперь мы серьезны в этих вопросах. Так что мы подготовлены. Эти пять умственных путей есть обычно используемый для перевода этого понятия жаргонизм, но мне не кажется, что он удачно передает смысл. Есть умственный путь в простраивание, накопление. Это не путь, а умственное состояние, которое выведет нас за пределы этого уровня. Мы что-то выстраиваем. Не накапливаем, как если бы мы брали разные вещи и собирали чемодан, а простраиваем разные стадии. А к чему мы ведем это простроение? К объединенному состоянию Шамадхи и Випашхины. Шамадха — это спокойно, неподвижно, неподвижное и успокоенное состояние ума, неподвижное в том смысле, что в нем нет блуждания и различных отвлечений, и оно помещено на некий объект. А Випашхина — это исключительно восприимчивое состояние ума. Я объясню эти быстрее. Я просто хочу представить пять ступеней. Эти вещи я объясню вскоре. Просто хотелось бы сначала описать пять ступеней. Либо мы уже развели Шамадху до того, как вступили на умственный путь простроения. Либо теперь, на этой стадии, мы породим Шамадху, а также породим Випашхину. И когда у нас будет и то, и другое, мы перейдем на следующий уровень. Мы обретаем объединенную пару. Объединенную, то есть мы не обретаем их одновременно. Сначала мы достигаем Шамадхи и в дополнение к ней обретаем Випашхину. Then the second pathway mind I call the applying pathway mind. It's usually called preparation. But the word actually means applying. And what you're doing is applying this conceptual, now it's conceptual still, combined, Шамадхан, Випашхина. So over and over and over again until you get it non-conceptual. Then you're at the next level. When it is non-conceptual, Шамадха и Випашхина, когда это бесконцептуальная Шамадха и Випашхина, then we attain a seeing pathway mind. We see non-conceptual. Мы достигаем умственного пути видения. Мы видим неконцептуально. We will get to what is the object of all of this that we're focusing on. I'm just talking now about the state of mind. Позже мы рассмотрим вопрос о том, на чем именно мы со всем этим сосредотачиваемся. Сейчас же я лишь описываю уровни этого процесса. Далее мы начинаем достигать подлинных прекращений, истинных прекращений. И этот уровень называется умственным путем приучения. Обычно его переводят как путь медитации. Вы приучаете себя к бесконцептуальному постижению с помощью шаматхи Випашхина. чтобы достичь чтобы достичь подлинного прекращения истинного прекращения всех уровней истинных страданий. истинного обращения истинного обращения истинного А если вы достигли также и более глубокого прекращения, истинного прекращения более глубокого уровня завес, так называемых когнитивных завес, или когнитивных помрачений, то вы достигли просветления. Вы – Будда. И это состояние ума, либо архата, либо Будды, называется умственным путем более нетренировки. Вам больше не нужна тренировка, потому что вы достигли цели. Пока мы продвигаемся по этим пяти умственным путям, по какой бы траектории мы это ни делали, по пути Шраваки, Пратикабуды или Буддхисаттвы, на чём мы сосредотачиваемся? Я говорил о развитии Шамадхи и Випашхины, а объект, на котором мы сосредотачиваемся – это четыре благородные истины. То, что они из себя представляют на обусловленном уровне. У каждой из них четыре характерные черты. Это так называемые шестнадцать аспектов четырёх благородных истин. И каждая из четырёх благородных истин свободна от четырёх качеств, которые ей не присущи. Мы сосредотачиваемся на том, что это за четыре благородные истины со своими шестнадцатью аспектами. А также сосредотачиваемся на том, как им образом эти четыре благородные истины лишены невозможного Я. Пустотность ложного Я, которое переживает каждую из этих четырёх истин. Кто страдает? Кто выстраивает причины страданий? Кто достигнет подлинного прекращения страдания? И кто обретёт понимание, которое приведёт к этому прекращению? Я. Но не ложное Я, которое не существует. Так что мы сосредотачиваемся на пустотности личности, которая переживает четыре благородные истины. Вот и всё, что мы делаем, если мы стремимся стать архатом, достичь только освобождения. Если же вы стремитесь к состоянию Будды, вам также необходимо постичь пустотность самих четырёх благородных истин. Страдания лишены невозможного существования и причины лишены невозможного существования и так далее. Именно на этом мы и сосредотачиваемся, когда у нас есть порождённый без усилий решимость освободиться и порождённый без усилий бодхичитта. А делаем мы это с помощью Шамадхи и Випашхины. Надеюсь, вы начинаете осознавать, что для того, чтобы суметь это осуществить, нам нужно простроить множество элементов, которые затем необходимо вместе свести. Так что, хотя тема семинара на самом деле очень продвинутая, и я её объясню довольно сложным, в сложном ключе, так что вы предупреждены. Так что я не ожидаю, и вы не должны ожидать, что вы сможете всё понять. Я же со своей стороны хотел бы донести до вас значимость изучения и освоения Дхармы, то, о чём снова и снова и снова говорит Его Святейшество Далай-Лама. Вам нужно это изучить, то есть, вам нужно это познать. И только если вы знаете эти детальки Дхармы, а Дхарма подобна пазлу, который вам необходимо вместе сложить, только тогда вы можете начать собирать общую картину. И вот это и есть подлинная подготовка. Вам нужно понять, как эти элементы вместе складываются. Начальный уровень подготовки, конечно, состоит в том, чтобы заполучить эти элементы. Что это за элементы? Это четыре благородные истины, двенадцать звеньев взаимозависимого происхождения, цепочка семи причин и следствий. Что такое Шамата? Что такое Випашина? Все это должно у вас отлетать от зубов. Речи не идёт пока о реализации этих вещей, их очень сложно реализовать, но вы должны знать их для того, чтобы осознавать, как они вместе складываются. И более что вы действительно читаете и думаете, и думаете о всех, но вы вообще можете опциями, и помогаете человек, что делать что-то продуктивное, то больше физическое поведение donkeyvan может быть. И чем больше вы не просто учитесь думаете и медитируете, но на самом деле выходите вовне для того, чтобы помочь другим, осуществляете что-то продуктивное, тем больше вы накапливаете позитивного потенциала. Это абсолютно на 100% истинно то, что вам нужно накапливать позитивную силу, в противном случае вы не сможете это понять. Это не магия. Вам нужно выходить за пределы себя. Вы выходите куда-то вовне, вы помогаете другим, ваш ум раскрывается. И в этом раскрытом уме вам легче обрести понимание, потому что устраняются ваши умственные блоки, когда вы думаете, я должен сделать это только для себя. Если вы всегда все делаете для себя, думаете о себе, то не сможете ничего понять, потому что у вас сформируется умственный и эмоциональный блок. И здесь недостаточно просто расслабиться. Вам действительно нужно выходить вовне и искренне помогать людям. Даже если поначалу вам приходится силой себя заставлять, вам совсем не хочется, что с того? Заставляйте. Потому что в этом процессе, даже если сначала вам приходится себя заставлять, ваше сердце в большей степени раскрывается. И в этом, на самом деле, и кроется ключ к способности это понять. Без этой позитивной силы, без этой открытости ума, вы всегда будете топтаться на одном месте. Итак, нам ужасно много предстоит ничего осветить, с точки зрения того, как же здесь, в этом вопросе медитировать. Как я уже говорил, мы здесь медитируем на четырех благородных истинах. На умственном пути простроения, где, как я уже говорил, мы это делаем с порождаемой без усилий решимостью освободиться, или порождаемой без усилий бодхичитты. Now, with that building a pathway of mind, what do we practice? We practice the four placements of close mindfulness, it's called. Что мы делаем на этом умственном пути простроения? Мы применяем так называемые четыре пристальные приложения о пометовании. And I will present just the Mahayana path. Я буду описывать только путь Mahayana. Mahayana way of meditating on the four placements of close mindfulness is quite different from the Theravada way of meditating on them. Mahayansкий подход к медитации на четырех приложениях пристального пометования значительно отличается от тхеровадинского подхода. We are meditating on the four close mindfulnesses are on the body, the feelings, the mind and the mental factors. Четыре пристальные пометования это тело, чувства, ум, body, feelings, mind and mental factors. И умственные факторы. And these are representing, body represents true suffering. И они, соответственно, представляют, тело представляет подлинное прекращение. And the feelings represent true cause of suffering. Чувства представляют подлинные причины страданий. Mind represents true stopping of suffering. Ум представляет подлинное прекращение страданий. And the mental factors represent the true pathway. True path leading to true stopping of suffering. Умственные факторы представляют истинный путь. The true stop path leads to stopping. Подлинный истинный путь, который ведет к истинным прекращениям. That's just the structure. I will explain this. Это просто структура. Я это объясню. So, I mean, it's quite specific what we're doing. Здесь мы делаем нечто весьма конкретное. And so, you have to understand how to focus. What are we doing? Нужно понимать, как сосредотачиваться. Что же именно мы делаем? First, you have to be able to focus on what are these? What are body, feelings, etc. And the four noble truths. How do you focus on these? Сперва необходимо понять, как же сосредотачиваться на этих четырех объектах. Что такое тело, что такое чувство и так далее. И что такое четыре истины. For that, we need to know how do you meditate. Для этого нам нужно знать, как медитировать. Сонгкапа это объясняет очень-очень ясно. Нам нужно знать, на чем мы сосредотачиваемся. И как ум берет, захватывает этот объект. То есть, как он направляет на него внимание. That's a mental factor. Another thing that we need to have just like that would be the 51 mental factors and to know all the different components of the five aggregates. And also, you need to be able to work with. Something you need to study and learn. Умственный фактор и, соответственно, еще одна вещь, которую нам нужно знать на зубок, это 51 умственный фактор. Еще одна вещь, которую нам нужно изучить и которую нам нужно знать. So, you have an object that you're focusing on and you have a way of paying attention to it. Итак, есть объект. How you understand it, basically. Итак, у вас есть объект, на котором вы сосредотачиваетесь и способ его захватывания. Теперь вы, по сути, все понимаете. We want shamatha and we want vipassana. Нам нужны shamatha. и vipassana. Often people use the word shamatha and vipassana, meditation and practice and so on for the stages for building up to the actual state of shamatha, the actual state of vipassana. Часто под shamatha и vipassana люди подразумевают стадии, по которым мы продвигаемся, когда движемся к тому, чтобы обрести подлинный shamatha и vipassana. Итак, каково же состояние shamatha? Это состояние, в котором ум полностью приведен к неподвижности, то есть вы устранили всю склонность ума вбегать. Right? With which your attention flies off to some object of desire. So it's under the influence of desire. с которой ваш ум отлетает к какому-нибудь объекту желания, находясь под влиянием желания или привязанности. Это классифицируется как отвлечение. Конечно, когда вы медитируете, вы можете отвлечься на мысли от какой-то другой медитации, мы говорим не об этом, или отвлечься в силу гнева. Но мы здесь говорим об отвлечении в силу желания. И именно на этом делается конкретный упор, потому что в 12 звеньев взаимозависимого порождения именно это желание будет тем фактором, который приведет к созреванию ввергающую карму, которая вас приведет к следующему рождению. Так что это желание гораздо опаснее, чем другие беспокоящие эмоции. Итак, ум успокоен или усмирен для того, чтобы не поддаваться убеганию ума, а также освобожден от притупленности. Когда наше удержание нами объекта становится слишком слабым. И в дополнение к просто совершенному сосредоточению, которое называется самадхи, вы обладаете преисполненным радостью, состоянием ума и тела, когда тело и ум ваши преисполнены возвышающей радости. Когда вы чувствуете себя по-настоящему подтянутыми, как натренированный спортсмен, в силу чего ваше сосредоточение способно оставаться на объекте столько, сколько вы пожелаете. И это шаматха. Она достигается концептуально. Это концептуальное умственное сознание. Что означает, что вы сосредотачиваетесь на неком умственном объекте, что-то представляющем. И направление нашей энергии вовнутрь. Мы оттягиваем энергию, но оттягиваем ее не слишком сильно, потому что если слишком сильно оттянуть энергию, то мы впадаем в притупленность. Как, например, когда вы сосредотачиваетесь на теле через посредство некого образа тела. Это не обязательно должен быть некий визуальный образ, просто некий умственный образ тела. И мы осознаем, что это тело — это истинное страдание. Мое тело. Вот так мы на него обращаем внимание. Каждая из четырех благородных истин присуща, четыре аспекта, которыми она наделена, и четыре аспекта, которые в ней отсутствуют. И вы различаете с помощью умственного фактора развлечения эти характерные черты. Как то, например, что она не статична. Как, например, то, что тело не только меняется мгновение за мгновением, но и неуклонно продвигается к тому, когда оно выйдет, когда у него закончится срок годности, как у бутылки молока. Тело, безусловно, у него безусловно истечет срок годности, правда, срок годности на упаковке не напечатан. Так что оно не статично. Статично — это то, каким оно не является. Или оно преисполнено страдание, оно страдает. Почему? Рождение, болезнь, стояние и смерть. Это ужасные вещи. Это не просто «а, подлинное счастье, тело прекрасно, как здесь замечательно». Итак, вы сосредотачиваетесь на теле, так что энергия ваша оттягивается. Это некий умственный объект относительно тела. Это не обязательно должно быть то, как вы выглядите, но это то, как вы думаете о своем теле. И мы осознаем четыре аспекта, которые ему присущи, четыре аспекта, которые в нем отсутствуют. И теперь мы действительно прикладываем к нему внимание в том ключе, что это страдание, это ужасно. И на основе этого развиваем шаматку, то есть остаемся в сосредоточении на этом теле с этим пониманием. И когда вы обретаете шаматку с этим невероятным радующим состоянием тела и ума, которое не является отвлекающим фактором, не нужно думать, что «а, вы преисполняете счастье, кидаете это спокойное состояние». Тогда к этому вы добавляете випашину, в которую вы, возможно, до того упражнялись, но теперь вы ее добавляете к шаматхе. Так что в этом состоянии полного удержания, полной поглощенности, стабилизирующей медитации, это нечто устойчивое, вы удерживаете ее. К этому вы добавляете различающую медитацию, так называемую медитацию аналитическую. Что не подразумевает, что вы осуществляете некий анализ, это вводящее в заблуждение термин, потому что анализ — это нечто, что вы осуществляете, когда думаете, когда пытаетесь что-то понять. Здесь должно быть нечто свободное от усилий, вам больше не нужно проходить по логической цепочке. На этом этапе вы способны применить различающее осознавание, чтобы суметь распознать, найти индивидуальные подробности, детали объекта, на котором вы сосредотачиваетесь. С мельчайшими подробностями вы способны отыскать эти детали, четыре характеристики, которые присущи, четыре, которые отсутствуют. А их вы поняли и по-настоящему переварили прежде. Без этого тонкого поиска вы сосредотачивались, когда осуществляли шаматху. Так что здесь энергия довольно сильно отличается от той, что вовлечена в исключительно шаматху. В шаматхе направление энергии... В шаматхе направление энергии как бы оттягивающее, в каком-то смысле вы как бы теряете себя в объекте. А теперь в этом состоянии энергия исходит вовне. С випашхиной, которая в этом состоянии отыскивает все мельчайшие детали. И разумеется, разумеется, в своей голове мы не проговариваем это все вербально. От этого мы давным-давно освободились. От этого бла-бла-бла в нашей голове. И когда мы достигаем этого восторженного состояния подтянутости от того, что наш ум способен распознать и удерживать что угодно, вот тогда это випашхина. Это объединенные шаматха и випашхина. К достижению этого мы и стремимся. Итак, мы сперва сосредоточены на теле как истинном страдании. Затем мы сосредотачиваемся на чувстве определенного уровня счастья или несчастья. Это истинная причина страдания. Каким образом это истинная причина страдания? Нужно понять для этого 12 звеньев взаимозависимого порождения. Ощущение, чувство определенного уровня счастья или несчастья это седьмое звено. Восьмое звено это жажда. Чаще всего это переводится как страстное желание, но санскритский термин подразумевает жажду. Вы испытываете жажду, когда ощущаете счастье. Вы жаждете с ним не расставаться. Как если бы вы испытывали жажду, сделали крошечный глоток и не хотели расставаться с тем, что у вас еще осталось, очень важно понять, что эта жажда должна быть направлена на некое отрицательное, негативное явление. Например, на нежелание с чем-то расставаться. Я не хочу разлучаться со счастьем. Когда я несчастлив, я жаждаю от него освободиться. А когда я пребываю в высочайших состояниях полной погруженности, в так называемых дхьянах, которые идут глубже, чем шаматха, которые идут в эту сторону, более продвинутые состояния, чем шаматха, в этом процессе погружения все глубже и глубже. И все же не являются продвижением более тонкому уму ясного света. В этом направлении мы движемся выше оготанта. Ум ясного света тоньше, чем умрачающие эмоции. Но эти дхьяны, эти погруженности, поглощенности все еще содержат в себе омрачающие эмоции. Поэтому это нечто иное. И вот потому, когда мы пребываем в этих нейтральных состояниях полной поглощенности, мы жаждем, чтобы они не ослабевали. Когда мы сосредотачиваемся на этих чувствах, счастье, несчастье или нейтральном, истинной причиной страдания является наша реакция на эти чувства. Это жажда. И это восьмое звено. А девятое звено – это так называемые помыслы обретающего. Эмоциональные отношения обретающего. Обычно это переводится как цепляние, но это очень неточный перевод. Это нечто обретающее. Оно для нас приобретет. Следующая переоружение. Есть целый список этих обретающих эмоций и помыслов. Самое важное для этого нашего обсуждения – это наше желание заполучить объект, который нам принесет счастье, или расстаться с объектом, который нам счастье не приносит. Или помраченное отношение к нашей приходящей сети, то есть, по сути, к нашим совокупностям. В силу которого мы на все набрасываем сеть своего «я». «Я» – это мое счастье, я не хочу с ним расставаться. Когда мы сосредотачиваемся на своих чувствах, в этом приложении пристального пометования, мы понимаем, и здесь, разумеется, содержится четыре аспекта, которые присутствуют, и четыре которых нет. То осознаем, что жажда и приобретающие помыслы – это истинная причина страданий, потому что они активизируют ввергающую карму, которая нас приводит в следующее рождение. И это все рассматривается в 12 звеньях. Далее, очень кратко, мы сосредотачиваемся на уме, просто с точки зрения обусловленной природы ума, порождения голограмм и их познания, без какого-либо отдельного «я», которое бы контролировало все или наблюдало за всем. И на пустотности ума. И сосредотачиваемся на уме, как если бы он представлял истинное прекращение страданий. Так что здесь мы говорим о чистоте ума, о естественной его чистоте, и о приобретенной чистоте, которая достигается, когда вы устранили все завесы. И then, the mental factors, we're referring here to discriminating awareness, that's usually translated wisdom, but that's too vague. Умственные факторы здесь относятся к различающему осознаванию. Часто это переводится как мудрость, но это слишком расплывчатое понятие. Distinguishing, the aggregate of distinguishing, usually called recognition. You distinguish a characteristic feature of something. Факт, совокупность различения, то, что обычно переводится как распознавание. Вы различаете характерные черты некоего явления. Это вот именно это, а не что-то иное. Различающее осознавание в этот процесс добавляет уверенность. И здесь мы говорим о различающем осознавании того, как мы существуем. Мы не существуем определенным невозможным способом и существуем неким возможным способом. И мы сосредотачиваемся на этом различающем осознавании в самих себе, по сути, на своем интеллекте, как на истинном умственном пути. И опять же, каждый из этих четырех благородных истин присуще четыре качества, которые в ней есть, и четыре качества, которые в ней отсутствуют. И важно их изучить. Итак, теперь мы начинаем понимать четыре приложения к пристальному пометованию. Тело — это совокупность формы. С точки зрения понимания его, как истинного страдания. Чувства — это совокупность чувств, понимаемых с точки зрения истинных причин страданий. Ум — это совокупность сознания. И ее вы понимаете с точки зрения истинного прекращения страданий. И различающее осознавание, которое добавляет убежденности к развлечению. Различение — это совокупность развлечения, так называемая совокупность распознавания. И различающее осознавание — это совокупность других переменчивых факторов. И понимаем мы все это через посредство истинных умственных путей. Итак, во всем этом и я, как тот, кто переживает все это, что же мы там переживаем? На чем мы сосредотачиваемся? Мы сосредотачиваемся на пяти совокупностях, правда? Которые представлены этими четырьмя объектами, которым мы прилагаем пристальное пометование. И взаимосопряженность и я с пятью совокупностями сопровождается пониманием четырех благородных истин в контексте этих агрегатов, в совокупности. Так что все это объяснение, которое вы изучали относительно взаимосвязи между я и совокупностями, проистекает из вот этого контекста, вот в этом контексте эта дискуссия поднимается. Вы понимаете пять совокупностей с точки зрения четырех благородных истин. И понимаете я как то, что медитирует на этих либо сопряженных состраданиями аспектах, если мы говорим о истинных страданиях, истинных причинных страданий, либо на истинном пути, умственном пути и на истинном прекращении страданий. И вот над этим нам и нужно трудиться. Над устранением веры в невозможное существование этого самого я. Потому что когда мы сосредотачиваемся либо с помощью Шамадхи, либо с помощью объединенных Шамадхи и Випашхины, эти четыре приложения пристального пометования, эти пять совокупностей, мы либо сосредотачиваемся на том, чем они являются обусловлено, то есть на шестнадцати аспектах, либо на том, что они пусты от невозможного я, невозможной личности, или с точки зрения Махаяны на том, что они еще и пусты сами от себя, пусты от существования в невозможном ключе. Таково наше введение, а теперь нам нужно освободить помещение. Просто, чтобы дать вам общий контекст того, о чем мы здесь говорим, вы видите, что жизненно важно это постичь, если мы собираемся медитировать на четырех благородных истинках. Для того, чтобы познать, какова она на самом деле, или какова подлинная медитация на четырех благородных истинах. А затем понять, кто это медитирует на этих истинах, и как я существую. Кто это все переживает. А также, как существует все то, что я переживаю. Но на этих выходных мы сосредоточимся исключительно на том, как существует я, личность, которая это переживает. Итак, мы завершаем посвящение. Какие бы в силу этого не возникли благая сила или глубина осознавания, пусть они становятся все глубже и глубже. и выступают как причина для того, чтобы все, а не только я, все смогли это понять, реализовать и достичь просветления ради нашего общего блага. Спасибо.